Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру туман. Продолжаем наше путешествие, и наконец-таки мы проникли в этот самый заедлый, чертов, город, город каннибалов. Вот. Давайте посмотрим, что нас будет дальше ждать. Этот игрот придумал с худощавым, говорит купец. Попробовал бы ты повернуть такой флинт со здоровяком, то он бы тебе шею тут же скрутил. А так, пока мы припирались, я успел из ниши вытащить мешок и спрятать под одеждой. Повторно обыскивать нас все равно бы не стали. Парень, ты гений. Как окажемся на рынке, с меня несколько золотых монет заслужил. Он сплевывает. Ты несказанно щедр. Шея до сих пор побаливает. Хватка этого ночного крепкая, тут не поспоришь. Пройдя мимо двух скульптур, изображающих героев древности, мы попадаем на широкий квадратный подъемник. Массивные металлические цепи ярко поблескивают. У загадочного механизма, закованного в стальную броню, стоит стражник, как две капли воды, похожие на того, что... Обследовал с гигант... С гига... Беседовал с гигантом... Что беседовал с гигантом мешки купца. Тьфу! Что обследовал с гигантом мешки купца. Как только сани полностью оказываются на подъемнике, он сонно дергает за длинный рычаг. За нашими спинами с грохотом закрываются ворота, механизма желает, раздается протяжный гул. Цепи громко лязгуют и приходят в движение. Подъемник опускается вниз. Мы успешно прошли квест в вход в Версавию. Лифт опускается вниз, в подземный город людоедов. Страх холодить сердце. Подъемник с лязгом и грохотом останавливается. Поначалу мне кажется, будто он сломался. Но стражник выглядит спокойно, прислоняется спиной к стене и едва слышно напевает какую-то веселую мелодию. На нас даже не смотрит. Купец, водя ладонью по лысине, стоит возле своих людей. Наконец-то окованные сталью массивные ворота подъемника сдвигаются в стороны. В глаза бьет неприятный багровый свет. Под ноздри начинают трепетать от множества запахов старой кожи, пыли, жареного мяса, гниющих овощей и пота. Я замираю, пораженный увиденным. Впереди лаверинтом змеятся лавочки, повозки и одноэтажные домики, больше похожие на клетки. Шум и гам доносятся до нас. Человеческое море волнуется, стекается по рынку. Никогда раньше я не видел столько людей в одном месте. От их пестрых одежд и странных причесок рябит в глазах. Вот мы и прибыли, парень, говорит хребет. Рассадник пороков. Где виной деньги текут рекой, где ты можешь вкусить самые запретные плоды. В прямом и в переносном смысле. В самом городе, конечно, не попасть, но нам и не надо. В сам город, конечно, не попасть, но нам и не надо. Вдохни поглубже этот запах. Чувствуешь на языке одновременно гниль и сладость. Это Версавия. Непривычно видеть над головой ни небо. Пусть даже затянутое серыми облаками, а громаду гранита. Это давит на нервы. Все время кажется, будто сейчас сделаешь шаг и все обрушится. Ты умрешь раздавленным под обломками. И хотя высотой свода достигает в сотню человеческих ростов, легче не становится. Почему здесь такое страшное освещение? Неприятно, да? Ты привыкнешь, не переживай. Все дело в волшебных механизмах, оставленных богами. Они могут вырабатывать лишь такой свет. Почему здесь такое странное освещение? Будто кровь разбрызгали повсюду. Как болтают местные жрецы, таким образом местной бог дает понять всем, что мы говно. И наш удел сдохнуть. Ну ты знаешь этих целителей, ценителей жизни. Лишь бы страху догнать. Его люди тащат сани к открытой площади, установленной таким же груженными санями, нартами, бегунками и повозками. Практически не мигая, они молчаливо снимают с себя ремни. И точно преданные животные смотрят на торговца. Скептично хмыкнув, тот отдает им приказ ждать, затем поворачивается ко мне. Я понимаю, что ты хочешь поскорее избавиться от меня, но можешь еще помочь в одном деле. Это в последний раз обещаю. К тому же я хорошо заблачу. Наверняка ведь у тебя в кармане совсем пусто. Монеты лишними не бывают, особенно серебряные. От страшной духоты растягиваю плащ. Спина уже вся мокрая, одежда противно липнет к коже. Ой, фу, блин, я ненавижу это. Чувство, даже сам уже поежился. Говори прямо, хребет. Нужно к одному лавочнику заглянуть. Обычно весь свой товар я продаю ему. Платит хорошие деньги и возьми, Миша. И возьми меньше. Но не суть. Он малость странный. Мне все время кажется, будто он ждет подходящего момента, чтобы пришить меня. Ну и я подумал, может изобразишь из себя моего телохранителя. Драться не придется, я уверен. Просто постоишь, привыкнешь. Прикинешься шкафом, пока мы дела порешаем. В следующий раз, когда сюда приду, обязательно найму опытного телохранителя. А пока обойдусь тобой, если ты уж встретился на моем пути. Соглашусь. Хорошо, пошли. Приятно иметь дело с таким умным и отзывчивым человеком. Мы выдвигаемся в сторону рынка. Я хочу это приключение. Да и я боюсь, что если я ему откажу, то скорее всего, ну, понимаете, его прибьют по-настоящему. Как я понял, вот тут вот очень легко можно реально сдохнуть. Очень легко. Ну, я имею ввиду персонажам другим. Нам-то похрен, у нас хоть рдови, хоть недови, мы все равно выживем. Хотя, непонятно, а если нас сжечь, прям тотально сжечь, мы все равно вернемся. Типа, переродимся окончательно. И вернемся к городу уже только без памяти. Ну, ладно. Простите за однотонный голос. Мне прям тяжело. И за серию Доск Вуда тоже, извините, что будет так тяжело мне читать. И оно будет довольно сильно безэмоциональным, если вот эта вот серия Доск Вуда, которая будет уже идти за туманом. Ой, тяжеловато просто. Ой, я совсем свалился. Мы идем по узким дорожкам между рядов открытых лавок. Над головами стелятся навесы из тонкой просвечиваемой ткани. Душей наносится позвякивание колокольчиков, стук ножей о доске и звон монет. Местные торговцы, провожая нас взглядом, нахваливают свой товар, прося попробовать. Некоторые из них даже начинают жонглировать плодами, тем самым привлекая наше внимание. И всюду приходится протискиваться сквозь толпу. Много приезжих, таких же, как мы. Одеты они или в шубы, или толстые дерюги, или в плащи, немилосердно потеют на жаре и духо, и дыхоте. Вот я тоже только хотел спросить, а какого фига они, блин, так оделись? Вот такой, блин, город душный. Местные же ходят в тогах или тонких шафтанах, кафтанах. От моего взгляда не ускользает, что в их кожу вплетены разноцветные нити. И в свете факелов и свечей удается рассмотреть золотые и изумрудные синие паутинки на локтях и тактильных сторонах ладоней. И на тыльных и тыльных сторонах ладоней. Шипит на сковородках мясо, варенчит развешанная на веревках оловянная посуда. Самые лучшие кольца, любимая, не сможет отказать вам. Прекраснейший шелк, больше нигде вы такой не найдете, а дам по дешевке. Сладкое и крепкое, и трепкое вино, походите и пробуйте, не пойло из центра. Иногда мы проходим мимо больших клеток, в которых сидят рабыни. Они абсолютно голые, нежно проводят пальцами по грудям, скользя к бедрам. Улыбаются, обнажая ряды подпиленных треугольных зубов. Их идеальные тела покрывают татуировки. Или похоже, как будто какие-то племена бренгальские. Торговцы, прибывшие из других городов, частенько подходят к клеткам, молча отсыпают монеты угрюмым доходягам в черных робах, их хозяевам. Смотря как несчастных заковывают в кандалы и вводят к саням. Но больше всего мое внимание привлекают гиганты высотой в 5, а то и в 6 человеческих ростов. У них массивные плечи, перекатывающиеся шары мускулов, руки и ноги толщиной с колонны. При ходьбе великаны оставляют за собой кровавые шлейфы, ведь на них нет кожи. Поэтому во всех деталях можно рассмотреть хрящи, мышцы и даже кости. Уже в штаны наложил, спрашивает купец, проследив за моим взглядом. Я их, когда в первый раз увидел, тоже обосрался. Этих твари в основном держатся на местной арене, но иногда вот выгуливают по рынку. Чтоб показать мощь купцам из центра, мол, осторожней здесь, а то будет худо. Обасное местечко. Хребет уверенно идет в сторону большого двухэтажного дома, только влиятельный и богатый человек может позволить такое. Остается только догадываться, сколько хозяин потратил на то, чтобы привезти в подземный город крепкие массивные бревна и где вообще достал необходимый материал. Что для этих мест удивительно, ведь все лавки, попадавшиеся раньше на пути, были сделаны из всевозможного пластикового мусора, представляли из себя жалкие, хлипкие конструкции. Подтянув дверь, украшенную сложной, витиеватой... Резьбой купец валивается внутрь, я следую за ним. Проходим узкий, длинный коридор. Наших шагов практически не слышно. Все звуки поглощают расстеленные на полу роскошные ковры. В стенах глуп... Кхе-кхе-кхе-кхе... В стен... В стенных углублениях поблескивают глазурью пузатые вазы. Приятно пахнет деревом. Заходим в роскошно обуставленную, но безлюдную гостиную. Странно, купца, похоже, эта безлюдность ничуть не беспокоит. Странно, купца, похоже, эта безлюдность ничуть не беспокоит. Он плюхается в кресло с высокими резными ручками и блаженно вытягивает ноги. Кивком предлагаю мне тоже сесть. Встать возле кресла. Я встаю возле кресла, облокачиваясь на резную спинку. От богатства разбегаются глаза. Всюду на специальных стойках красуются оружие, копья, мечи, секира, алебарды. Стены обвешаны красно-серыми гобелинами со сложными узорами. На длинных столах свалены в кучу серебряные кубки, шкатулки и миниатюрные вазы. Разгоняют тени дорогие массивные треножники, в которых весело играет пламя и тяжелые люстры на потолке. Свечей в них столько, что хватит на несколько таких домов. Окон нет, но это даже хорошо. Сюда не попадают мерзкие алые лучи. Если приложить усилия, то можно представить, будто находишься на поверхности. И кто же к нам пришел? Доносятся приятные, тягучие волосы в соседней комнате. И кто же к нам пришел? В деревянном проеме возникает высокий мужчина. У него густая черная борода без намека на седину. Длинные, редкие волосы, почти не скрывающие, залысины. Шрам на правой щеке, большой нос картошкой, один глаз обсидианово-черный, другой обычный карий. Губы толстые, обмазанные чем-то жирным. Незнакомец массивный, но скорее из-за широких костей, чем накопленного жира. Он создает впечатление сильного, внушающего доверия, хотя смотрит без улыбки и заискивания. Долгих лет процветания хозяин вместе с приветствием, говорит хребет. Вместо приветствия говорит хребет. Опираясь на трость, хозяин дома доходит до ближайшего стола небрежным жестом, выуживает с него чашку чайничек и наливает себе густую черную жидкость. Вдохнув, вальяжно садится в стоящее рядом кресло. Не ожидал увидеть тебя столь скоро, хребет. Громко отхлебывает, морщась. Его взгляд то и дело падает на меня, оценивает, возвращается к купцу и обратно. Мне становится не по себе, но я стараюсь не показывать своего дискомфорта. Давайте улыбнемся. Я растягиваю губы в хищные, как мне хочется думать, улыбки. Еще с назарета понял, что с людьми подобного рода лучше вести себя как можно развязнее. Это долгая история, начинает купец. Все началось, как всегда, в центре. Ты же меня знаешь, друг? Не прошло я нескольких дней дома, как почувствовал я... Почувствовал я ничто, будто далекий зов с тех мест, что скрывает ледовые вершины и снегопады. Я пытался ему сопротивляться. Говорил себе, я же только приехал. Зачем мне вновь трогаться в путь? Не спал по ночам. У голове крутилось лишь одно слово. Приди. Громко отхлебнув из часки, хозяин кивает. Продолжай, говорит. Интересное начало. А иначе быть не может. Мы все повязаны одной цепью, купец хмыкает. В какой-то момент я сдался, собрал вещи и со всеми людьми покинул родной дом. Хотя деньгами был обеспечен на ближайший год. Погода выдалась дурной. День и ночь. Сыпал снег, дуль, ледяные ветра. Ударили морозы. Но ничто сидящее... Но нечто сидящее... Но нечто сидящее внутри меня не унималось. Говорило, иди, иди. Я ничего не понимал. Клял себя за глупость. Слушать дальше. Я... Я прогоняю волнение и слушаю дальше. И в итоге что-то обнаружил. И в итоге что-то... Что-то обнаружил хребет. Да, мой друг. Уже практически у самого входа в Версавию я встретил незнакомца. В одиночестве бредущего по торговому пути. Замерзшего и уставшего. Он едва говорил, тряся от холода. Я любезно предложил ему его подвезти. И бедяга согласился. Голос, прежде не дававший мне покоя, точно блоха на яйцах умолк. Можешь себе представить подобное? И тогда я все понял. Осознал, осмыслил. Называй как хочешь. Мой путь не прошел даром. И стоило незнакомцу вытащить колоду мое сердце наполнило счастьем. Хозяин вздрагивает и, разбрызгивав, разбрызгивав черную жидкость по гладкой поверхности, кладет в чашку. Ой, бля! Подожди! Они знают про колоду! А это в случае мне друзья этого долбанного, этого цепного. Подожди. А вдруг кто-то из них работает на босса цепного? Я просто уже начал сомневаться, настораживаться именно ее. Я думал, что этот чувак, который выйдет, этот торговец, это будет цепной. Но потом подумал. Ну потом, понятно, это оказался какой-то вообще левый чел. Но что-то мне это не нравится. Его лицо меняется. Вместо холодной отрешенности возникает безмерное удивление и неверие. Тонкие пальцы впиваются в белоснежное одеяние. Здоровый глаз смотрит на меня. Нахмурец. Я хмурюсь, не понимая ничего в происходящем. Я нашел вашего избранного, говорит купец, поворачиваясь ко мне. Без сомнения-то он. Его деревянные карты не могут врать. И все твои разговоры, друг, про черное солнце, оказались верными, хотя я до последнего не верил. Этот паренек, наверное, сам сейчас удивлен, не меньше твоего. Поэтому будь с ним повежливее. Не упускай детали. Я же должен перед ним и тобой, друг, измениться за воронье. Чтобы привести сюда наплел про то, какой ты злой и опасный. А он всего лишь хотел помочь мне. Меня разрывают два желания. Одно, как можно быстрее покинуть этот дом и раствориться в рыночной толпе. Другое, дослушать до конца, узнать все подробности. Потому что купец и странные борода с черными глазами не выглядят враждебно. Прикинуть план отступления. В голове составляю план, как поступлю, если появятся охранники. Оружия в помещении много. Схвачу со стойки вон тот полуторный клинок с костяным эфисом. И опрокину треножник с пламенем. И опираясь на трость, хозяин дома поднимается. Руки его трясутся. Губы непрестанно двигаются. Шепча непонятную мне молитву. Яйцо приобретает растерянный вид. У тебя с собой колода? Спрашивает он. Спрашивает он меня. Хребет говорит правду? Ты можешь показать ее? Хотя бы издали. Я знаю, как она выглядит, поэтому больше доказательств не потребуется. Прошу. Я хотел было отказать, когда он вдруг грохается на колени. Здоровый глаз ярко поблескивается от слез. В нем отражаются танцы пламени на свечах. Ошарашенный, я опускаю руку в карман и достаю карты. Показать колоду. Я протягиваю колоду поближе к хозяину. Тот сосредоточенно смотрит на нее и шепчет что-то непонятное. Что-то на непонятном языке. Проходит целая вечность, прежде чем он медленно поднимается с колен и хриплым голосом говорит. Пророчества не солгали. И в наш город пришел тот, кто заставит черное солнце проснуться. И пусть серые и боги возрадуются. И пусть серые и убогие возрадуются, ибо скоро жизнь всех навсегда изменится. Ни они, ни их дети больше не будут голодать. Больше не будет болезни, больше не будет хозяев и рабов. Мое сердце бьется как так часто и как громко, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Боги, непростительно сейчас умереть перед избранным. Поверить ли ему на слово? Ну подожди. Ну пока что все сходится ведь. Все сходится. Они знают про карты. Они говорят про какое-то пророчество. Нас уже встретил один. Нас уже шаман встретил. И он показал нам нашу душу. Он сам сказал, что в нас льется, через нас именно льется божественный свет, который исцеляет всех именно, всех именно хороших людей. Мы стараемся именно всем помочь. Мы несем свет за собой. И сейчас они также говорят, что мы, как и предвещало ихнее пророчество про черное солнце, прибыли в их город. Опять-таки, как и в Назарете, неизвестные, без памяти, бредущие по миру, помогая всем, кому можно. Поспорить. Я вскидываю руки. Подождите, вы меня с кем-то путаете. Давайте не так быстро. Спокойно все обсудим. А то я ничего не понимаю. Ребят, притащил меня сюда, чтобы я его защищил. Защитил. И теперь вы несете какую-то чепуху про избранных черное солнце и убогих. Начнем сначала. Вы узнаете мою колоду? Хозяин часто кивает и говорит. Да, эти карты, как гласит пророчество, могут принадлежать только избранному. Никто другой не сможет их держать, ибо заклинания, которые на них наложены, тут же сожгут и несчастного в магическом пламени. Мои брови удивленно поднимаются вверх. Вспомнить про Гурбуна. Но я заполучил их от мальчика Гурбуна. Гурбуна, он же не сходится. Сходится. Еще и измененные могут держать карты. Те, чьи тела и души навсегда изменены не по божественной боли. Тот Гурбун, видимо, был из таких. Неважно избранный. Как карты попали к тебе, ты здесь. Звучит убедительно. Хозяин встает с колен и делает шаг ко мне. В ноздри бьет незнакомый и трепкий запах. Приятный, но в то же время отталкивающий. Дай мне немного времени. Мы все докажем, но не это сейчас важно. Послушай, раз ты явился в Версавию, значит, те, кто против света, черного солнца, уже признали тебя, прознали о тебе и попытаются остановить. Мы должны спешить. Я дам одежду и помощникам. Тебя проведут в город, познакомят с другими членами культа и все расскажут. Пожалуйста, доверься нам. Удивительно вообще, что на рынке вас с купцом не атаковали. От такого количества деталей кружится голова. Сотни вопросов вьются в... Роятся во вдруг ставшем тесном черепе, точно стая крыс. Перевожу взор с хозяина на хребта, на хребета, и обратно, пытаясь понять, шутят ли они. Но нет, лица серьезные. Больше всего удивляет преображение амбала. Веселость сменилась мрачной сосредоточенностью. Узнать про туман. То есть вы можете объяснить, что за туман преследует меня? Бородач хмурится. Я ничего не знаю про туман, говорит он. Возможно, другие члены братства помогут тебе. А что касается твоей избранности, проверить это очень легко. Попробуй что-нибудь вспомнить. Не важно что. Необычное событие из детства, или вкус, или запах. Он, испытывающее, взирает на меня. Я киваю. Мысленно говорю себе. Простая просьба. Легко выполнить. Начинаю прокоручивать в голове произошедшие события. Как впервые увидел стены на зарето. Как бродил в снегопадах по узким улицам. Как глупы белого дыма покрыли город вместе с его жителями. Как долго шел через ледяную пустыню. Но это все не то. Что было со мной, например, год назад или десять. Я пытаюсь вспомнить. В висках появляется слабая боль, усиливающаяся с каждым ударом сердца. Золыт тылок бьет невидимые молоточки. Перед глазами все рассыпается. Расплывается. Горло подкатывает тошнота. Выступает холодный пот. Практически добрался. Надо лишь найти старое воспоминание. Вцепиться в спинку кресла. Едва не теряю сознание. Успеваю вцепиться левой рукой за стойку с оружием. Наблюдая за мной, хозяин улыбается. Но не зло. По-доброму. Еще одно доказательство твоей избранности, говорит он. Наше братство даст ответы на все вопросы, вернуться и воспоминания. Тебе надо лишь нам довериться. Понимаю, это сложно, практически невозможно, но иногда выхода нет. Если ты откажешься, то навсегда потеряешь знания о себе, избранный. Черное солнце не засияет и не загорит, и не согреет своими лучами тех, кто в нем так нуждается. Он идет в соседнюю комнату, зовет кого-то и возвращается. Я же пытаюсь прийти в себя. Тяжело дышу, борясь с тошнотой. Купец будто... Он здесь главный указывает рукой на графин, стоящий на столе. Я запутался. Где правда, а где ложь. Хватаюсь за графин, жадно пью. Ледяная вода обжигает глотку. Мне легче... Мне... Почему я выпиваю? Почему я выпиваю? Потому что... Выбора нет. Они единственные, кто могут нам что-то сказать. Да и они улыбаются, их лица показывают, что они не враждебны. Ледяная вода обжигает глотку. Мне легчает. Уголки в висках исчезают. Иголки в висках исчезают. Главное не ворошить прошлое. В помещение заходит странное, долговязое существо. Внешне оно напоминает человека. Но лицо... У него длинный заостренный нос, точно клюв у птицы. Глаза находятся гораздо выше, чем должны быть. На уровне лба. Безвек, круглые и абсолютно черные. И вместо ушей два темных провала. Кожа неестественно гладкая, без единой морщины и поблескивающая. Длинные белые волосы собраны в пучок. На существе из одежды лишь оранжевые шаровары. Тело подж... Тело поджарое, мускулистое. Ладони украшают черные татуировки полумесяца. На большом пальце поблескивает золотое кольцо. Вы звали, господин? Хозяин морщится, точно съел что-то кислое. Я же просил не называть меня так, если в доме никого нет. Зурт. Условности пусть будут за этими стенами. Он, опираясь от роздин, направляется в мою сторону. Избранный теперь среди нас. Можешь ли в это поверить? Все годы, потраченные на поиски, ушли не впустую. И на тебя, Зурт, возложена особая миссия. Священная миссия. Ты должен вместе с избранным обойти всех важных членов братства, вести его в курс дела и защитить от тех, кто охотится за нами. Ты все понял? Ничего не скрывает этого человека. Что бы он ни попросил, ты исполнишь. Наклонив голову, существо молчаливо оглядывает меня, изучает. От него исходит странная аура. То ли смерти, то ли силы. Поприветствовать. И хотя по коже бегут мурашки, говорю. Я рад встрече. Чутьем понимаю, шутки плохи. Этот Зурт опасен. Никогда с ему подобными еще не сталкивался. Вдруг Зурт подходит ко мне, хватает за правую руку. Его холодные губы касаются тыльной стороны моей ладони. Я отдергиваюсь. Рад прислуживать вам и дышать одним воздухом. Голос у него мелодичный, красивый. Я не подведу, даю слово. Можете рассчитывать на меня. Ведь Зурт всю жизнь готовился, чтобы привести избранного к черному солнцу. Он изводил свое тело тренировками, научился сражаться любым оружием. Но и сердце, и душа принадлежат вам. Я Зурт, даю клятву верности. Его манера перескакивать с первого лица на третье ставит в тупик. Нормальный человек не будет так общаться. Впрочем, на нормального Зурт не тянет. Я ошарашен. Меня будто землю из-под ног выбили. Колода, кар, черное солнце, братство избранный. Голова кругом. Не похоже, что меня обманывают. Слишком сложная ложь для такого голодранца, как и я. Все эти люди действительно считают меня кем-то очень важным. Но больше всего я заинтригован тем, что мне обещают вернуть воспоминания. Возможно, получится узнать и про туман, и про человека с черными глазами, который мне дал карты, который мне дал карты. Понимая все безумное, безумное происходящее, безумие происходящее, я соглашаюсь помочь братству. Но с одним условием. Если пойдет что-то не так, имею право уйти, когда захочу. Хозяин дома обещает исполнить любое мое пожелание, а после приносит белую тогу и сандали. Переодеться. Скрепя сердцем, снимаю платье, штаны, сапоги. В моей одежде стражи никогда меня не пропустят в город. Твои вещи будут ждать и в месте, где собирается все братство, говорит хозяин дома. Целости и сохранности. Мои люди позже привезут их. Сожалею, что приходится так поступить, но иного выбора нет. Зорт помогает надеть белую тогу, крепит золотые украшения, обхватывая мою талию широким кожаным поясом. Завязывает сандалии до колен. В новой одежде чувствую себя голым. И хотя одежда очень просторная, просторно не покидает ощущение, будто я скован. К тому же не стихает волнение, вернут ли мою одежду, почему не дали оружие, будто ли, будет ли зурт возле, зурт везде ходить со мной, точно надсмотрщик. Не без труда удается подавить себе все чувства. Ну а что будет дальше? И что из заданных вот этих вопросов все-таки сбудется, узнаем уже в следующей серии. Интересно все, что же это за черное солнце-то такое? Как я понял тут, ну по магии тут 100% есть боги. Может мы сможем встретиться с этими богами? Ладно. Будет интересно встретиться с богами, если они есть вообще. Но у меня есть еще теория, что все эти механизмы это есть обычные люди. Это не боги создали эти машины, а обычные люди. Просто эти вот люди уже из этого времени, из времени пустоши, считают, что это сделали боги. Хотя это они же и сделали. Ну ладно, это все уже под вопросом. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры. Для прохождения вы мне очень так поможете. Я буду очень рад с вами пообщаться. Как-то можно улучшить видео, можете написать. Не забывайте заглядывать в описание, там будет ссылочка на мой диск. Дискорд сервер и на дискорд сервер по доке-доке. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы и о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.